Сегодня у нас первое занятие в курс-теоретической драконистике и начнем мы вот с чего. Но прежде всего, практически все вы, когда были детьми в более старшем возрасте, о драконах и что-нибудь знаете. Так, обращал кто-нибудь из вас внимание на одну занятную вещь. На самом деле, практически не существует культур на земном шаре, в которых образ дракона в отцу в стол. И в европейских культурах, и в культурах Юго-Восточной Азии, и Центральной Азии, и в культурах американских индейцев. Существуют образы, сходные с драконами. Но, опять-таки, подумаем, как же так получается. Вроде бы, мы привыкли относиться к дракону как к чистому экологическому сказочному персонажу. Откуда такое явление? Почему драконические образы есть во всех культурах? Ваши идеи. Значит, они были. Ага, ага. Ну, вот такой простой естественно-научной натурализм. Если что-то есть в культуре, значит, это обязательно. Нет, она же во всех культурах есть, а они никак не связаны. А вот это уже интереснее. Мы имеем независимую аспертизу. У нас есть некоторое количество культур, независимо возникших и не взаимодействующих до определенного времени. Так, а определенный блок не возникает. Ну, приходится думать, что под этим что-то есть. Любой гуманитарий меня тут же бы начал растирать по поверхности, говоря о том, что материальная реальность – это отношение мнения, это архитектическая конструкция, основа культуры. Об этом мы, если и будем говорить, то в самом конце. Давайте потом вот о чем поговорим. Во-первых, очевидно, что драконы в разных культурах – это совершенно разные существа. Ну, парочку из них вы лучше всего представляете. Европейский вариант дракона. Да? Ну, на примере, хотя Годзилла для вас связан наверняка с японскими мультиками и так далее. Хотя Годзилла – чисто европейский образ. И вообще Годзилла – трехлага трехлага. Это уже позднее взаимствование 20 века японцев с европейскими полуниями. Никакого отношения к первоначальному Годзиллу не имеет, потому что после этого нас не на снято. Итак, европейский. А, у вас есть хорошая модель – Змей Горомыч. Ну, Змей Горомыч – отличная модель европейского средневекового трехлага дракона. Слава. А вот азиатские, юго-восточные азиатские драконы – это совершенно другое существо. Змей. Да. Сразу поправка. Мы работаем только с европейскими. Про азиатский вариант в самом конце многообразия драконов немножко скажу. Работаем с европейскими. Ну, а теперь попробуем разобраться вот в чем. А почему, собственно, считается, что драконов не только сейчас нет, но и никогда не было? Огонь не был. Метеорит. Вот, ты понял, Метеорит при чем-то. Ну, упал. Ну, и что? То, что три головы, три активных, как бы, не знаю, может, разумно было. Нет, что… Нет, что… Нет, что… Кто-нибудь вот до того момента, когда были найдены отпечатки, окменяющие, у вас существовало, кто-нибудь мог представить, что такие есть? Разумеется, нет. Ну, а разработчики… Внимание, народ. Очень важное общее утверждение. Вопрос. Может ли наука, любая наука, имеется в виду естественную науку, сделать утверждение, чего-то нет? Нет. 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 Наука так не работает, она просто так не умеет. Дело в том, что… Что является основой для получения научной информации? Откуда наука черпает свои данные, которые в развитии? Изыскание. Исследование, эксперименты и наблюдения. Согласны. Хорошо, я провел один эксперимент и получил утверждение, что явление А не бывает. Могу ли я сделать утверждение, что явление А не бывает никогда? Нет. Нет. Хорошо, я провел десять экспериментов. Нет. Все равно нет. Нет. Я провел тысячу экспериментов. Все равно. Я провел миллион экспериментов. Каждый раз не вижу явления. Ну, значит, уже там вероятность… Нет. Стоп. 100% вероятность вероятность. Стоп. Вы впервые сказали верное слово. Дело в том, что есть различие между истиной. Истина – это утверждение, которое справедливо во всех случаях. Так? Это и вероятностная модель. Так вот, наука работает как раз с вероятностной моделью. Поскольку сделать утверждение о несуществовании невозможно, то изобретен хитро, как ну, и на самом деле, абсолютно в любых естественных науках – физики, химии, биологии, географии, геологии – в любом случае – нет. Вы хотите доказать справедливость некоторого утверждения «А». Так? Каким образом это делается? Совершенно фантастически. На самом деле, формулируется прямо противоположное утверждение. Не «А». Так? Вот это у нас будет называться нулевая гипотеза. Нулевая гипотеза – это наше с вами рабочее предположение. А вот это – альтернативная гипотеза. И проверять будут ученые математическими методами, проверять будут вероятность существования альтернативной гипотезы. С какой вероятностью альтернативная гипотеза действительно подтверждается? В большинстве наук принято. На самом деле, это никакая не мировая константа. Это ученые просто договорились между собой. Если вероятность существования нулевой гипотезы выше 5%, то считается, что ваша изначальная гипотеза имеет низкие шансы к реализации. Ну, то, что вы что-то недосмотрели, недоработали, если противоположное утверждение возникает вероятность его возникновения выше 5%, то в науке, в общем-то, не принимается. Серьезно, ученые не отнесутся всерьез к этому вашему утверждению. Так? Кто знает, как называется математический аппарат, позволяющий рассчитывать вот эти вероятности, то есть проверять истинность ваших гипотез и ваших утверждений. А называется это математический аппарат, математическая статистика. Задача статистики – это как раз проверка истинности системных утверждений. Не только и не столько. Но это одна из важнейших задач. Так что ученые не имеют права отбрасывать ни одну гипотезу, просто потому что она ему не нравится. Утверждение типа «этого не бывает, потому что не бывает никогда» для науки не подходит. Будьте добры, проверите доказатель. Так? Вы могли бы встречать такое значение. Допустим, пимарок – что такое? А это как раз вероятность реализации вот этой ошибки. Вопрос. Если в ходе проведения научного эксперимента получено вот такое значение и малого, то результаты можно считать достоверными или слабо достоверными? Достоверными. Достоверными. А вот такие результаты? Не достоверные. А вот это мало достоверно. На такие результаты всерьез внимания не обратят. Слишком высока вероятность того, что эта гипотеза подтвердится. Так? Учтите, что в разных сферах человеческой деятельности значение, критическое значение пимарок разума. Мы берем, допустим, биологию. Или физику. Там обычно пимарок как раз 5%. Если ниже 5%, то все наоборот. Теперь берем медицину. Ну, допустим, проверка эффективности некоторых лекарств. Как по-вашему, какое значение и малого будет принято у медиков? В 10 тысяч. Значит, ясно, что намного более строгие отцены пойдут. Ну, потому что вот этот риск, это риск здоровья человека. Вы понимаете, что если у вас 5 пациентов из сотни умирают, это не самое лучшее лекарство на свете. Так? Хорошо. Итак, после такой небольшой угодной по поводу статистики и механизмов формирования знаний в наруке, давайте попробуем сформулировать альтернативную гипотезу по поводу существования дракона. Итак, не то, чтобы датально сказать, что драконов не было и нет. Это наше нулевое декорство. Как альтернативное звучит? Что существование дракона? Драконное, да. Либо были, либо есть. И проверить мы будем, какое нулевое или альтернативное? Альтернативное. Итак, работаем с существованием дракона.